Прикладывается карта, и вот выходит чек, который является билетом на проезд. Здесь прописано полностью номер маршрута, время, когда была произведена оплата и стоимость оплаты. Оплатить за проезд с помощью терминала можно бесконтактной банковской картой, либо с помощью смартфона. Но эта система не отменяет наличные оплаты. Как и прежде, 22 рубля можно отдать водителю. Только вот теперь водители строго принимают оплату при входе, и билет выдают каждому пассажиру, независимо от формы оплаты. Такой вот полный контроль на линии. Это первый этап, специально мы сделали первым этапом, чтобы и опробовать, и людей приучить, и чтобы показать все преимущества данной системы. Преимущество и в том, что теперь, благодаря новой системе оплаты проезда, сотрудники Сочи Автотранса в реальном времени отслеживают, скольким пассажирам водитель выдал билет. Раньше у нас были большие катушки с билетами, которые приходилось постоянно отрывать, и очень было неудобно. Утром заходят, пассажиры тысячу дают, сдачи у нас, допустим, нету с утра. Мы говорим, ну вы можете оплатить карты. Они говорят, они даже не знали, и прикладывают карты, и оплачивают, и нам, с одной стороны, это даже проще. За работой водителя следят не только через компьютер, что стало возможным с появлением терминалов. Контрольные проверки проходят и в самих автобусах. Контролеры просят пассажиров не игнорировать правила проезда. Убедительная просьба входить через переднюю дверь у водителя, приобретать билет. Независимо от того, едете вы с проездной или наловый проезд у вас. Билет является страховкой вашей жизни на случай ДТП. В день муниципальные автобусы перевозят до 500 пассажиров. Большинство, отмечают водители, оценили плюсы безналичной оплаты проезда. Не всегда есть наличка или нету водителя с дачи. Быстрее проходят люди. Сочи Автотранс первым из восьми перевозчиков внедрил новую форму оплаты проезда. Но к чемпионату мира по футболу терминалами для безналичной оплаты оснастят весь общественный транспорт Сочи. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.